Добрый день, дорогие друзья, салам алейкум. Сегодня с нами на связи интересный человек. Это Али Алижанов, он турок, родом из Азербайджана. Как он утверждает, достаточно много турок проживает в Азербайджане. Вообще, ислам, почему пророк Мухаммад, он наоборот стремился к тому, чтобы наша ума была разнообразна, и все народы могли идентифицировать себя такими, какие они являются, и чтобы, как Аллах ранее говорит, чтобы вы друг друга узнавали. В этом и вся красота и прелесть того, что мы разные, у нас у каждого есть разные и плюсы, и минусы, есть чему поучиться и так далее у друг друга. И я, в том числе, к четуркам, я очень многому научился у горцев, у лезгин. Ну, лезгины для меня это как дверь вообще к горцам. И я очень многому научился, очень много хороших качеств, как раз вот именно горское свободолюбие, вот такое вот самоуважение горцев, стойкость, статность. Это очень большой плюс и изюминка горцев, которые практически нет нигде в мире сегодня. Очень красивое обращение, брат. Это такая историческая ценность, которая имеется у горцев. И у турков есть свои плюсы, потому что турки имперский народ тоже имели... Можно я расскажу про турок теперь? Ты рассказал про горцев, про лезгин, про дагестанцев, про кавказцев. Я очень тесно связан с Турцией, летаю туда, у меня друзья в образовательной, интеллектуальной среде Турции. И я, наблюдая за турками, подметил ряд очень хороших качеств. Во-первых, мне было приятно, что турки так чтят память имама Шамиля. Я ходил в мечеть имени шейха Шамиля, гулял по улице имени шейха Шамиля в Стамбуле. Кроме того, в Турции, мы знаем, проживает огромное количество, миллионы горцев с Кавказа. Это адыги, это дагестанцы, чеченцы, ингуши, осетины. Огромное количество проживает, и крымские татары тоже. И многие из них вошли в османскую элиту, в турецкую элиту. Один из руководителей Турции, уже республиканской, он оказался вообще выходцем из Дагестана. Генералы, вот, Абхазы в турецкой армии, черкесы, дагестанцы, огромное количество. И вот что мне нравится в сегодняшних турках, то, что они не считают никакой труд постыдным. Они готовы выполнять любую работу, учитывая, что это халяльная работа, и этот труд не унижает их достоинства. Они готовы мыть посуду, они готовы сшить, они готовы продавать, они готовы вычищать свои маленькие кафе, они готовы работать официантами, и при этом они сохраняют мужское достоинство. У нас на Кавказе считается, что мужчина не должен этим заниматься, но турки говорят, чтобы кормить семью, чтобы добывать риск, который Аллах Всевышний уготовил, мы готовы своими руками делать все. И это вызывает восхищение, это вызывает уважение, тем более на фоне более таких богатых народов из стран, ну, по крайней мере, в арабском мире мы с этим сталкиваемся, что люди уже отрываются от труда и говорят, это должны делать мигранты, которых они привозят там из бедных стран. Но вот это вот достоинство труда и достоинство мусульманина, который добывает риск от Всевышнего Аллаха пропитания, вызывает очень большое восхищение. И то, что не обладая богатыми запасами нефти, газа, турки смогли выстроить свое благосостояние своими руками, построив университеты, поддерживая студентов, которые получают образование и помогают огромному количеству мусульманских народов, и они смогли выстроить систему, систему государственную, образовательную, благотворительную, экономическую. Вот у народов Кавказа, которые проживают в разных республиках, естественно, такая организованная структура работы, как она слаженно работает, как часовой механизм, естественно, она вызывает большое восхищение. Да, вот я думаю, это связано с тем, что турки, в целом, турецкая цивилизация, она не имела рабов, потому что это не было востребовано, поскольку это была скотоводская цивилизация, то есть у каждого сына отделялось там несколько голов скота, и этот один человек, ему было достаточно, чтобы он мог пастить своих овец, да, то есть были какие-то рабы, которые там внутри юртов, где юрты раскладывались, там какие-то бытовые дела вести, мелкие, да, были какие-то рабы, что делать. Но в целом турецкая цивилизация, кочевническая, она не была востребована, там не было востребовано рабский труд. Поэтому у арабов и турков, я думаю, это и есть отличие, что арабы вот к мигрантам склонны, потому что к мигрантам приезжали, это все делали, поскольку арабы впервые стали оседлым народом, и у них вот эта культура рабства, институт рабства он практиковался. Но горцы, горцы почему такими являются горцы, потому что это такое крайнее патриархальное общество, горы, потому что в горах как таково, ну изначально вообще не было князей. Горцы, они между собой, у них были свои институты, посредством которого они обязали человека подчиняться законам. Это были кровная месть, когда человек не выполнял те или иные обязательства перед обществом, его вот эти все тейпы, там общество, его призывали к ответу. И это являлось тем, что... Очень интересно от турка слышать анализ того, как устроено горское общество. Я хотел бы под завершение беседы рассказать о том, что в Дагестане проживает большое количество турок. Так случилось, что в советские годы, когда формировались народы, ну допустим, аварцы, они собраны из большого количества народов, авароандацесская группа, они вместе говорят на едином болмас, на едином литературном языке, но при этом внутри аварского народа они продолжают говорить на своих родных языках, в своих родных районах. Есть даже народы размером с одно село, одноаульные языки. В Даргинском таком конгломерате, да, вот пространстве большое количество диалектов и языков, они зачастую не понимают друг друга, но они называются единым словом Даргинцы. У Лизгин с десяток уже сложился разных языков. И вот, когда создавали как бы единую азербайджанскую общность, в Дагестане же тоже большое количество азербайджанцев проживает. В Дербенте, да, в Дербенте это могальские азербайджанцы, могальские тюрки. Вокруг Дербента большое количество тюркоязычных агузов, которые являются суннитами. И многие из них помнят, что они турки. У них турецкий говор. И даже высоко в горах на границе Кавказского, ну вот, на границе Азербайджана и Дагестана, где кавказские хребеты, где азербайджанцы исторически не жили в горах. Но они говорят, что у нас говор турецкий. Я даже предполагаю, что это, возможно, сельджукские гарнизоны, которые охраняли некогда северные рубежи, государства, и они там как бы сохранились как общину. Большое количество как бы людей помнят, что они по происхождению турки. Хотя сегодня записаны азербайджанцы. Я извиняюсь, Руслан. Вообще в войске Хаджи Давуда было очень много турков-сунниты. Поскольку Хаджи Давуд многие ошибочно считают, что он строил. Но он не строил Ленингистан. Он строил Ширванов сувернистской государствой. Он восстанавливал восстанавливал полиции Ширицкого. Да. Да, да. именно горская непокорность привела к тому, что государство перестало существовать, поскольку он не стал идти на договора. Но это отдельный вопрос. Но я имею в виду то, что вообще в Сельджуке, когда рухнуло Сельджукское государство, долгое время эти границы они не были столь четко начертаны. Эти племена они переходили то туда, то сюда и какие-то из них заставляли принимать шиизм, а какие-то оставались суннитами, поскольку изначально все Сельджуки они были суннитами и современные азербайджанские турки они были суннитами. Но потом Шах Исмаил, его отец был курдан, он продолжил именно, ну его материнская сторона была Тузум Хасана, это было племя Ахко-юмло, это было суннитское племя, он был вождем. А отцовская сторона наполовину курд, наполовину турок. И курды, персы, и талыши, и таты, это одна цивилизационная ветвь, они верили в худа, в единого бога, худа, это оседлая цивилизация. И вот Шах Исмаил, его цель была восстановить территориальную целостность Самонитской империи, куда входил как раз таки и лесгины туда входили. Почему лесгин, очень много персидских слов, сад это на персидском, азор на персидском, там, гордан, горло на персидском, очень много встречается, наврус, байрам, да, это все персидское. Поэтому Шах Исмаил, когда это все восстанавливал, против него объединялись все сунниты, там были и лесгины, и аварцы, и турки, те турки, которые живут на территории и Азербайджана, и Дагестана, они входили в 40% войска Аджи Давуда, это были турки-сунниты. У него было немало курдов, которые были в его войске. Поэтому вот это как раз есть потомки этих саджуков, просто вот эта шиитская цивилизация Персии, вообще шиизм современный, он же основан сефевитами, джафоридский Москва, туда добавлена вся персидская культура. Я тебя искренне благодарю, брат, искренне благодарю, очень. На прощание уже, Аллах, Розе, Азиз Кардаш, до скорых встреч. Подпишись. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Редактор субтитров Корректор А.